Здравствуйте, друзья! Сегодня мы коптим рыбку. Светочка, как фамилия рыбки? По-английски это трава, по-русски я все время забываю, как она называется. Да, ну хорошо. Будем называть ее травой. Форель. Форель. О, друзья, так это же форель. А что ты палочки туда какие-то вставила? Вот это очень важно. Я вставила палочки, чтобы она высохла. От воды, что ли? Ну да, рыба лежала, солилась. Это какие-то зубочистки, что ли? Да, это зубочистки, чтобы она просто внутри просохла. Дело в том, что это очень важный момент. Копчение? Да, для того, чтобы рыба из нее сок не вытекала во время копчения, нужно ее просушить. То есть я ее помыла после соли, вытерла полотенцем бумажным и поставила ее просушиться. Дома у меня еще есть вентилятор, я ее под вентилятор ставлю. Ты смотри, это технология такая. Чем лучше она просушится, тем будет лучше. Вот. Но вот сейчас я ее намажу maple-сиропом. Из кленового листа? Да. Ну да. Вообще я не знаю, из чего они делают, из какой части клёна они делают сироп. Может быть, даже из, знаешь, березовый сок, может быть, из самого. Да ты что, прямо из сока дерева. Может быть. Вот так вот. Вот написано органический сироп кленовый. Да. Ну давай. Так, а что будет? У тебя кисточка такая? У меня кисточка. Такая пластиковая. Силиконовая. Силиконовая. Как Далина. Так, давай. Так. Ну хорошо, то есть. А как быть с тем боком? Все-таки она же сейчас лежит на одном боку. Сейчас замажем ее одним боком. Потому что это тоже этот вот, этот сироп. Да. Я уже пробовала с медом, с медом не дай мне. И внутрь тоже мажешь? Ну как же, это самое вкусное, на самом деле. Так. Дело в том, что я пробовала и с медом делать, но вот и пизо. Мазать. Да. Мне больше нравится этот сироп, такой вот копченый вкус, но она получается хорошо. А с точки зрения закупоривания пор этой рыбы, да, чтобы она соком не истекала, тоже очень важно, потому что все-таки он липкий. Значит, надо закупорить поры, чтобы сок не вытекал. Ага. Чтобы рыбка была не сухая потом, а мокренькая. Ну да, чтобы она была мокренькая, вот он у нее со всех сторон промножен. Да. Я боюсь, как бы не оказалось, что с той стороны мы не пожалели сиропа, а с этой как бы мало. Мы подольем, это не проблема. Так. А почем сироп вообще? Ты знаешь, вот этот кленовый сироп дорогой очень. Вот этот? Именно этот или вообще? Нет, вообще кленовый сироп, он не дешевый. Я не знаю, с чем связана вот такая вот сиропность. Ну вот не дешевый, в чем, по чем бутылка вот эта? Ну я не знаю, может $8 такая бутылка стоит. Ага. Ну это довольно много. Ну его хватает надолго, то есть сколько, вот ты же видел, сколько я использовал, совсем немного. Американцы вообще кленовый сироп используют очень активно, да, с блинчиками, как-то вот. На Руси-то, да, мы и с вареньем, и с медом, и со сметаркой. Да, да, они любят. Вот, а не кленовый сироп. Ну он другой, он вот дает другой какой-то привкус вот этой копченой рыбе, и с медом не получается так. Это ты подсобираешь сироп, я так чувствую, что она так странно двигает. Расходует, вот же там налито все. Ну да, да, да. Ты волновался, что мы там с какой-то стороны не додадим, да, так как мы... Хорошо. Ну ты не потратила много сиропа-то, это новая банка ты только что открыла, да? Да, только что открыла. Еще, Свет, такой вопрос. Я помню, что ты экспериментировала со стружкой, которая дает дыму. Вот она пока будет сохнуть, и вообще, чем больше она высыхает, тем лучше. Так. Вот, а пока что она будет сохнуть, мы займемся коптилькой. Хорошо, но речь шла о том, что вот там, это вот коробка со стружкой, да? Да, коробка со стружкой. Ну-ка, смотрим на коробку со стружкой. Сейчас мы ее повращаем. Вот она. Подожди, я тебя буду руководить. Давай, руководить. Там написано вишня, я уже прочитал. Да. Значит, сейчас вот пока она тоже немножко просыхает, потому что нам потом еще нужно будет ее... Намазать немножко жиром. Жиром чего? В случае жиром чего? Ну, животным? Мы мазим ее топленой маской. Понял. Хорошо. Это вот такая посудина... Вот это вот коптильная, да. На самом деле, я уже, поскольку вы наши зрители уже давно, я давно уже пытаюсь закоптить рыбу хорошо. Так, мы в поиске. Мы в поиске, да. Но вот это вот я нашла, вот такую коптильную, конечно, это совершенно другое дело. Но все-таки, значит, при том, что коптильная позволяет делать это дома, прямо на комфорт поставить, все-таки мы поняли, что дома нельзя, потому что потом весь дом копчетым пахнет. Да, да, пахнет крутой. И мы выходим на улицу с этим. Да, но на самом деле у нас все такие агрегаты нехитрые, и стоит это все недорого, все эти поспособления. У нас многие зрители сами все это могут сделать руками. У нас есть рукастые. Нет, нужно что-то сами сделать. Это специальная посуда, она как-то так предназначена для этого. Вот, почему я сейчас беру фольгу, да, потому что все-таки что-то с этой рыбой будет капать для того, чтобы мне этот судочек потом меньше мыть. Да. А, это чисто вот, чтобы меньше мыть. Да. Не то, что это технологически там для копчения. Нет, это технологически нет, но потом... Дело все в том, что чем мне нравится именно эта коптильня, да, она не стоит грязная до следующего раза. То есть, ее закоптил рыбку, вытащил, все помыл, убрал, и все чистенько, красивенько. И вот она такая чистенько стоит. Как одноразовая посуда. Нет, но она не одноразовая. Я говорю, как. Вот здесь вот видны, как она по самому... Здесь находятся следы, да? От жара. Да, вот и она темнеет со временем, но эта часть не касается... Ну, ничего страшного, да. Вот, поэтому она так вот... Итак, у Маши фольга лежала на... На... Такой поддольчик. Да, очень важно, как они сюда заправят, потому что... А вот так. Значит, в чем... Гвоздь, да? Фишка, фишка. Вот если я так... Мне нужно очень аккуратно это все загнуть со всех сторон. Потому что дым будет идти между краем вот этой посудки и краем этой посудки. Ага. Я понял. То есть это все не безразлично. Да. Ну, опыт показывает, что надо закрывать это все достаточно тщательно. Вот эти кончики, чтобы они не создавали еще дополнительного пространства, куда может пойти дым. Ага. 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 Да. И дым здесь на комфорке. На комфорке, на обычном. Дело в том, что это вот по времени это то, как можно в духовке просто запекать. Ведь фактически это такая вот миниатюрная духовка. Так. Значит, вот смотри. Вот у нас есть решетка, на которой будет лежать рыба. Значит, мы должны эту решетку... Смазать чем-нибудь. Смазать. Чтобы не перегорало, как бы. Да? Или как? Смазать, чтобы к ней не прилипало. Так. Вот это у тебя... Слушай, это ты купила? Это... Значит, вот это топленое масло, но оно по-английски называется G. Перетопленное масло. G, вот это справа. G-H-E-E. Оно продается во всех индийских магазинах, но в данный момент оно даже и в Костку продается. Оно очень хорошо тем, что у него очень высокая температура кипения. Поэтому, когда на нем жаришь, ничего не пригорает. Вот написано очищенное масло. Да. Вот наши опилки. Вот наши опилки. Опилки вишневые. Да. Так вот, насчет вредности. Вот эти опилки, это фактически просто вообще трухают. Они опилки, когда дерево палится, там образуются какие-то уж такие ядовитые масла. Это небольшие опилочки, которые при прикосновении с теплом начинают просто дымить немножко. Ты выберешь столовую ложечку. Ну, я так чуть-чуть беру сюда немножко. А почему я сыплю в двух местах? Там комфорка. Потому что у меня электрическая плитка на две комфорки. Ага. И оно будет подогревать вот не по центру, а вот в этих двух местах. Все, отлично. И вот мы насыпали вот всего лишь на все. Вот тут оно и дымит. Вот это все дымит. Поэтому я думаю, что с точки зрения вредности, это не более вредно, чем в духовке запекать вот те же 45 минут, например, эту рыбу на маленьком огне. Так, окей. На те же там 162. Алена и Сергей. Да. Так, Алена и Сергей, смотрите, что мы делаем. Вот. И комментируйте. И так, значит, Света положила фольгу. Да. Теперь решетку. Значит, решетку. Так, теперь я хочу смазать вот эту формочку, да, вот этим самым маслом. Решеточку. Да. Значит, смазывать я его. Индийским маслом. Вот видишь, здесь немножко похолоднее, чем у нас дома. И это масло, оно при комнатной температуре густеет. Да ты что. Да. Это хорошо или плохо? Это, это, ну как, не совсем удобно, потому что оно такое густое, он намажет, нужно на решетку. Ты на руку намажешь и рукой размазывай. Вот я сейчас так вот пытаться делаю. А только этим масло можно? Отечественные аналоги есть? Это топленое масло. Это топленое масло. Это просто топленое масло. Обычно, просто в американском варианте. А то есть либо масло можно? У этого масла очень высокая температура кипения, поэтому он не горит, ничего с ним не делается. Я пробовала спреем, например, эту решетку. Не годится, она выгорает, и все прилетает. А разве уже? Угу. То есть масло, которое в аэрозолях, оно пригорает. Более того, мы сейчас попытаемся еще этим маслом намазать эту рыбу, мы для этого его немножко подогреем. Да. Так, вот наша решетка, видишь, она, руки у меня все грязные, конечно, жирные. Да, 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 ничего. Ну, вот мы намазали. Зато дело делается. Да. Намазали. Скоро руки моются. Да не скоро рыба как птица. Ну, придется вот этим маслом намазать эту рыбу и придется его немножко растопить. А ты в руках не хочешь? Что-то рыба. Это кралок. Это парень. Парень. Значит, масло мы положили в тарелочку, наверное, чтобы тарелочку подогреть, что ли? Да, мы подогреем сейчас тарелочку на очень маленькой мощности, так, чтобы она не кипела, а просто чуть-чуть потаяла. В микроволновку. Буквально. Мы можем поставить, например, на минуту. Да ты что. Да, но мы поставим power level, например. То есть, так, греть будем долго, но не сильно. Но не сильно, да, чтобы оно не очень было горячим, потому что потом руками нужно брать. Масло, друзья. Стало жиденьким. Масло это не сталь. Разогреть его недолго. Оно не закипело, а именно разогрелось. Ну, мы же его и не в дом, правильно? Мы его в микроволновку. Да, на минуту она мощно сидит. Ну, и что теперь ты? Подожди, ты выгребаешь. Ты помажешь? Я теперь ее помажу, и она тут она не застынет, понимаешь? Это такое масло, которое тут же застывает. Понимаю. Это чики или фермерские? Ну, скорее всего, фермерские. Я купила его в кустке. А, наверное, фермерские. Но он хоть не жирный, смотри, нормальный. На самом деле, чем жирнее, тем вкуснее. Это штраут. Я, когда хожу в китайский магазин, я не покупаю четыре, я покупаю, например, три рыбы, но я покупаю большие, самые большие. Чем больше, чем она вкуснее. Да ты что. Это если коптить. До копчения вкуснее. И жарите все, что хочешь. Так укладываем сюда. Вот, видишь, она уже застыла, видишь? Ой-ой-ой. А рыба холодная, а ледяная? Ну, ледяная. Она не ледяная, конечно, она лежала в холодильнике, естественно. Ну, да. В холодильнике там же не подогрев, конечно. Так. Так. Надо как-то скомпоновать. Сейчас мы ее бачком. Так вот хвостик сюда. А этот, наверное, вот так надо положить. Вот так. Ну, подойди, а еще одну? Ну, еще одну поместить еще. Как раз поместили. У меня тоже проверено, что четыре штуки нормально. Больше четырех мы лезаем. А у вас какой? Где вы коптить? Ну, сейчас мы все увидим. Сейчас все увидим. Сейчас все увидим. Ну, это вот интересно, да? Как и сдержим интригу до последнего момента. У меня для Алены есть вопрос на канале. Там про ее художественную деятельность. Как она себя нашла. Там и так далее. И на самом деле здесь быть вот таким вот живописцем таких монументальных полотенцев очень сложно. Потому что действительно… Света, ты как-то выразилась. Ну, это сложные вещи продаются. Здесь живопись покупают как элементы интерьера, не то, что там что-то такое. Поэтому… Разные люди по-разному берут. Но мы сейчас поговорим об искусстве, Света, отдельно. Да. Сейчас у нас искусство… Сейчас выбор. Искусство копчения. А потом… Ну, вот это вот она в таком виде пойдет, собственно, как птица. Это радужная фарель. Смотри. Рейнбо? Да. А как вы знаете? А я же… У меня бабушка и дедушка в Сочи жила. Да. И там было… Еще в те времена даже фермерская хозяйство. Вы знаете, рейнбо травы должен быть красным. Он, когда вырастает побольше, он становится красным. Фактически как лосось. И это самое вкусное. Потому что я ела, покупала в магазине просто рейнбо травы большой, горячего копчения, безумно вкусный. Интересно, радужная. Вот там у нас не было красной вообще. Ну, а вы видели большие? Они же вырастают большие очень. Это вот совсем детки еще. Ну, у меня дедушка уже ловил прямо в горных речках, вот эту радужную фарель, и никогда красную не видела. Видно, там у нас другие… Ну, может быть, они есть действительно разные. Не сживают, да? Значит, вот мы закрываем крышечку. Крышечка. Раз. Так. И идем коптить это все. Пошли, пошли на улицу. Да. Как… Возьми меня за бороду, пойдем гулять по городу. Так. Друзья, выходим на улицу. Тут на улице… Ой! И пахнет чем-то свеженьким. Ой, какая ты ель. И вот, друзья, можем взять лимончик и полить эту форель лимонным соком. Но… Ну, нет так нет. Можем выписать так просто с коньячком или с чаем. Даша, на ходовой конец можем с чаем. Так. Вот это вот обыкновенный электрический пункт для комфорта. Вообще никаких приспособлений, которые стоят 25 долларов. 25 долларов. Какие ценные знания. Да. Ну, мы вышли на улицу, чтобы не прокоптить весь дом. Дело в том, что отсюда будет идти порочек такой, да? Он не очень большой мощности, потому что вы видели, сколько там одна столовая ложка этой вот трухи, да, на которой она будет коптиться. Стружки. Стружки, да. Стружки. А где труха? Мы там насыпали. Вы не заставите. Мы потом посмотрите. Мы насыпали опилки. Такие вишневые опилки, от которых, собственно, и будет дым. Вот. Вот то место, где стоят комфорки, там прямо на этом месте, на дне судочка. Так, чтобы оно по центру стояло, да? Насыпанная опилка. Чтобы прогреться, мы поставим на самое мощное пока что. Для прогрева. Да. А потом буквально через пять минут мы немножко сделаем меньше огонек. И оно может тоненькой струечкой вот так вот будет выходить. Дымок. Вообще, даже на улице вообще не чувствуется так. И сколько часов? 45 минут. Вообще. Так. Все. Ну, хорошо. Тогда ждем пять минут. И ставим таймер. Спрашивают вот, а какую рыбу лучше коптить? Понимаешь, есть лучшее, есть проще. Так. Проще всего медило с траутом. Я пробовала окуня. Ничего не получается. У него шкура становится такая жесткая. Он вот так вот раскрывается весь. И потом эту шкуру нельзя съесть. В общем, не получается так вкусно. Траут очень нежный. У него получается нежная шкурка такая. Ну, кого ты окунем называешь? Окунем. Они тут окуни снэперс. Но они разные есть. Эти снэперы. Они всевозможных видов. Я, честно говоря, небольшой эксперт в рыбе. Я, например, знаю, что вот есть рыба, которая замечательная. Страйп бас. Вот эта рыба страйп бас, это тоже якобы разновидность какого-то окуня. Так вот этот страйп бас, он замечательно идет жареным. И он для меня это фактически как карп жареный, свежевыловленный жареный карп, но без костей. Это одна из самых дорогих рыб, по-сому. Она не очень дорогая. Нет, она стоит где-то 7,50, где-то вот так вот. Всего? Да. Это у китайцев денег. Разве рыбы нет, Света? Света, это где-то? Я бы тоже хотела с кем-то, кто знает про рыбу, пойти с ним в китайский магазин, чтобы он им сказал, вот это хорошо для этого. Мы всегда мечтаем. Ну вот это я тоже не знаю, потому что я… Еще и грибы, корешки всякие тоже. Да. Вот. Давай про рыбу. Вот это проще всего, это 45 минут и нет, главное более. Я еще иногда экспериментирую с осетром. Осетры, это как бы король. Китайские. У нас они даже живые плавают, там они вот тут же бьют по башке. У нас там нет, у нас точно. Но у вас есть китайские магазины? Есть. Ну а ситром это много. У нас 5 мало. Ну может быть. Да, у нас не такое количество. Ну в общем они привозят у нас китайские, где-то он стоит сейчас уже 8,50 за паунт. Очень дешево. Вот. Когда-то было по 6. Значит я покупаю где-то вот такой кусочек, разрезаю его на две части, как раз эти две части сюда… Он должен быть вкусный там. Они укладываются. Очень вкусный. Значит с ним тоже на удивление, да, тоже технология, все он немножко потолще, чем эта рыба. И тоже 45 минут? Нет, его дольше, он уже немножко больше часа, где-то час-десять вот так. Его очень сложно, если его чуть передержишь, он начинает рассыпаться. Угу. То есть весь фокус с этим осетром, чтобы когда он прокоптится, чтобы его можно было разрезать ножом, потому что он не рассыпался на крошке, он все равно будет вкусный. Но рассыпанный, у него вид уже не такой, как труха, да. Поэтому тут тонкости, своя плита… Такой вопрос. Все-таки рыба горячая, она коптилась, ты ее сняла с дымка. Значит рыба горячая никто не ест. Уже употребить ее. То есть в том-то и дело, что это нельзя сделать к обеду, да. Получается, что она закоптилась, она должна остыть хорошо, да. Она должна остыть. Мало того, я вот уже и так пробовала с осетром, и так. Например, нельзя взять осетра и почистить сразу, снять с него шкуру, хотя она очень хорошо снимается в этот момент, да. А нужно ему дать остыть, у него уже шкура задубеет, но тогда эта шкура ему передаст какой-то запах вот копчения и будет совершенно другое мясо. Как бочка коньяку. Да. В общем, есть всякие тонкости, но… Сколько она остывает часик, наверное? Ну, это маленькая, она может быть не так долго остывает, но все равно, чем она лучше остынет и будет более… Она становится твердая, да. Потому что после копчения она такая мягкая, что она может ее не порезать, ничего. А вот она должна полежать, немножко остыть, вот совсем в холодильничке так хорошо полежать, тогда она… Спасибо! Прекрасные, очень сильные знания. Да. Это очень… Ну что, друзья, дымок присутствует, я не знаю, видите вы или нет, но здесь просто светло очень. А вот на чем нам понял? На чем… да, 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 вот тут вырывается дымок. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну и пахнет, соответственно. Пахнет, ой-пахнет. Ой, пахнет, друзья, не хочу вас дразнить. Мне… Ой-ой-ой. Мне все время люди говорят, что… Еще бы подержал его? А? Еще бы подержал его? Мне все время говорят, знаете, вы же предупреждаете, а то вот там взял, там в час ночи пошел, съел чего-то. Из-за того, что смотрел, как вы что-то готовите. Что-то вкусное. Ну холодильник… Как Жванецкий говорил, хруст, свист, писк, только запаха нету. Так вот у нас есть запах, да? Да. Который передается энергетически до расстояния. Он говорил, что работают над этим, что скоро будут передавать через экран там и так далее. Ну, идите главное. Друзья, я хочу сказать, что помимо впечатляющего внешнего вида, я еще имею возможность нюхать. По поводу внешнего вида, что у меня должно было быть немножко посуше. По суше. Она у меня… Света, ты же ее маслом намазала. Дело не в этом. Дело в том, что я ее мало сушила. Дома я ее сушу с вентилятором, и она таки сухая получается. Самое главное – закрыть у нее поры. Вот то, что она мокрая, да, это говорит о том, что натекло немножко больше жидкости. У меня почти жидкость в нормальном состоянии вытекает. У меня просто здесь нету такого настольного вентилятора, чтобы ее просушить хорошенько. Вот, вот она, друзья, форель. Американская форель. Рыба была мокрой, и вот… Пахнет невероятно. Пахнет невероятно. Теоретически, теоретически. Можно есть и сейчас. На него очень чувствуется копчение. А вот если она остынет так-то лежит… Объясни, вот это что ты делаешь? Я хочу ее выложить сюда. Она должна остыть. Так. После чего я ее сниму на части и вытащу среднюю косточку, чтобы ей удобно было… Значит, ты специально не вынимала косточку до копчения? Как это можно вынуть? Нет, конечно. Как можно до копчения? Она же не разнимается, это что? Да. Мне нравится. Спросить-то можно? Нет, мне нравится он с таким видом. Так задает вопрос такой. Света, я в интересах наших зрителей. Ну да. Я знаю наших зрителей. Единственное, что я не могу сделать за наших зрителей, это дать полсотни разных противоречивых советов. Вот. Но это они сами сделают. Да, без тебя. Да. Одни скажут, что надо было коньяком залить, другие скажут, что надо было перед этим выпить. Третьи скажут, что… Может быть много рыбы слишком. Правильно было не форель, а, допустим, треску. Она как раз сухая. Вот. А может быть палтуса. А палтуса мы не пробовали? Развалилась пробовали. Палтус, друзья. Палтус разваливается. Это все-таки целенькая сторона. Да. Я хочу сказать, что какое-то время назад, лет, наверное, десять назад, у нас было не то, что увлечение, но мы экспериментировали с заряжанием воды музыкой. Палтус. Так я вам хочу сказать, что от Чайковского хотелось кушать. Вот. Как это будет. Да, да. Вкус воды менялся в зависимости от композитора. Но вот, понимаете, как было? Чайковского хотелось. Да. Света, неужели ты не улавливаешь логическую связь? Ну, тогда я не могу ничем помочь. Так. Оказалось, что мы, якобы, чего-то недосказали. Так. Но мы не хотим хранить секреты. Значит, любую рыбу, перед тем, как коптить, ее нужно, чтобы она присолилась, и внутри была соленая. Поэтому сутки эта рыба лежала в мешочке, таком, фризербэк, да, просоленная в холодильнике. Так. И солилась. Солилась. Вот. А потом я ее смыла, и вот с этого момента уже начинается наш показ. Я ее смыла, и после этого ее нужно просушить, потому что она мокрая. Вот оно что! В этот момент ее нужно высушить, и дома я сушу ее, прям вентилятор включаю, и чем она будет лучше просушена... Или подержать просто ей надо, да? Или подержать. Они даже, нет, в смысле в холодильнике с солью? Да. Нет, с солью ее нужно где-то сутки, ну, максимум полторы. Иначе она будет соленая очень. То есть, видишь, оказывается, надо ее просушивать. Вот мы рыбу просушивали, да, и вы видели вот эти вот спичечки, я вставляла, да? Покажи спичечку. Ну, вот мы вставляли в нее, чтобы ее просушить. Вот они взлопились, да. И у меня здесь на даче нет у дачного вентилятора, чтобы просушить ее. Мы сушили уже просто так на открытом воздухе. Да, но... Но в смысле этого всего, вот почти в нее ничего не натекло. То есть, если, например, вы будете просто обычную рыбу делать в духовке, у вас будет полный трей жидкости. Поддон. Да, и это все, что вытечет с этой рыбы. А сейчас у нее все внутри осталось. Друзья, все внутри этой рыбы. Мне кажется, что из того, что вытекло, там у тебя еще масло сверху было. Да, это кусочки масла, вот это масло стекло. Да. То есть, чем она лучше просушена, тем она меньше вытекает, и тем она сочнее. Света, а сколько пройдет времени, пока можно будет продегустировать? Ее можно есть хоть сейчас. Просто вопрос весь... Рекомендация. Ну, в принципе, хорошо бы до завтра подержать ее. Но я боюсь, что до завтра надо. Не до тех. Не до тех. Теперь мы приступаем плавно к процессу мытья этой посуды. Это надо заснять ее? Да, потому что вот мы вынимаем эти подносики, и вот это то, что осталось. Слушай, так там надо второй раз еще осталось? А мне уже подсыпала туда чуть-чуть. А, ну, смотри, ну второй раз есть. Очень мало этого. Да. Трухи, ну, две столовых ложки было. Вот она. А где вы ее берете? А вот в коробочке. Пилят, пилят дерево. Вот, друзья, вот она эта труха, вот в этой коробочке еще раз. Они. Да, черри. Света пробовала разные деревья. И... Да, вот это вот я снимаю. Давай так, подожди, подожди. Так, давай. Теперь мы фольгу снимаем. Снимаем фольгу. И имеем абсолютно чистый судочек. И даже мыть его не будем. Или будем? Нет, мы будем его с нижней стороны, потому что на нем угольки. Да, 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 да. Вот, друзья, все так вот. Все просто, если знать как. Да. Так, друзья, значит, что мы имеем? Слушай, Светик, а что это, обычные ножницы или какие-то специальные? Нет, это мои специальные ножницы. Это из нержавейки ножницы. Ага, то есть в этом специальности. Ну да. Так, так. Нет, но они идут с ножами вместе. Это специально. То есть у нас здесь набор ножей. А к ним уже ножницы. К ним уже ножницы. То есть что я просто делаю, чтобы удобнее было разнятие. У него уже шкорка. Тоненькую кожицу. Тоненькую. Да. Там чешуи-то ведь нет, да? Только кожица. Нет, она почищена. Как? Была чешуя? А как ты думаешь... А бывает рыба без чешуи, Света? Ну, это не форель. А, то есть форель идет с чешуей? Да. Да. Рыбы, друзья, делятся на чешуйчатые и не чешуйчатые. Кто чистил? Надо купили в магазине чешуя, я подозреваю. Нет, нет. Я купила в Костке. А, в Костке. Так. Поэтому она была нечищенная. Ее сама чистила. То есть ты сама счистила с нее чешуя? А что там чешуя-то? Ну, хорошо. Вы видите, друзья, это ювелирная работа. Это ювелирная работа. Ты, Света, могла бы делать нормальную ювелирку? Плэйс. Так, я утрирую. Я утрирую. Так. Света, нас смотрят люди из Израиля тоже. И вот они могут поинтересоваться, насколько кошерна твоя рыбка. Я думаю, что форель кошерная рыба. А бывает не кошерная? Ну, всякие крабы и ракообразные, они не кошерные. Нет, нет, ну это не рыба. А про рыбу я ничего не знаю. Мне кажется, что осетр не кошерный, с чешуей. Да ты что. Разве он с чешуей? Осетр не кошерный. Не кошерный, да? Друзья, вот так вот. А мы его, тем не менее, уважаем. Друзья, я вам скажу так. Лишь бы хорошо шло. Да. У нас был вице-президент по маркетингу в компании, где я работал. Такой из нью-йоркских таких кошерных евреев человек. Ну, сам уже он не был верующим. И он рассказывает все. Когда ему было лет 17, они с отцом шли по Нью-Йорку и зашли куда-то покушать. И отец взял свинную отбивную. И тот в ужасе ему говорит, папа, он говорит, это же свинина. А он так еще рассказывал, он мне говорит, и ты знаешь, что он мне сказал? Я говорю, что? Он сказал, I like it. И я говорю, а в чем рассказывает? Он говорит, учиться надо мудрости у старшего поколения. Это мне нравится. Да, если нравится, друзья, то можно сказать бы кошерное, если вкусно. Не, ну форель-то кошерный. Я убеждена. Нет, форель, конечно, кошерный. Да, друзья, если вы когда-нибудь сделаете форель, вы можете потом смело пойти и сказать друзьям, вот сегодня кошерного покушал. Вот. Да. Кто-то хочешь попробовать? Так, так, пробуем, 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 пробуем. Раз, кусочек. Так, кусочек, кусочек. Пошел, пошел. Слушайте, вообще. А есть дымовуха какая-то там? Копченость? Она еще сильнее. Немножко чувствуется копченость, пока, наверное, она сильнее будет. Но она, вы знаете, она очень такая прям тает во жду. Но нет ощущения, что она там не загрелась. Нет, 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 очень хорошая. Хорошо. Лимончик еще легче. Так что, принеси лимончик. Ну, мы же не едим. Мы ждем, когда надо идем. Друзья, когда мы будем есть, то есть мы пойдем сорвем лимончик. Света, а ты можешь без лимончика? А мы побрызгаем. Светик, что ты там про кости говоришь? Я говорю, что вот, видишь, я вот так вот снимаю, она вынимает все даже боковые. Светик. 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 Что это именно свойство форели, ты хочешь сказать? Ну, она вот хорошо очищается. Просто другая рыба. Нет, она, когда горячая, любая рыба хорошо очищается. Просто у рыбы, как вы понимаете, имеется разное количество костей. Так. У этой форели все прикрепляется к позвоночнику. Ну, да, да. Видишь? Ну, это что сом какой-нибудь. Нет, сом как раз тоже у него костей нет. Да ты что? Ты знаешь, когда так позоришься, прям к своему виду. Я не знаю, если это как сом, так обязательно кость какая-то попадется. Нет, ну, сама профессия не в кости. У карпа вот это да. У карпа? А я имел в виду карпа. Я просто назвал его сомом. Ну, понятно. Да. Я просто так, да. Ну, на основе собственных вот изысканий мне очень хотел жареной рыбы. Так. А я обожаю жареные карпы. Единственное, что вот эти кости, конечно, они любят просто. Вот. И я нашла адекватную замену. Да. Здесь это называется стрип бас. Да. Ну, это шикарная рыба. Как она по-русски называется, я даже вообще не знаю. Это какая-то равновидная сути. А ее по-русски точно так же называют. Стрип бас, да? Стрип. Стрип. Вот это. Стрип бас. Очень хорошо жарить его. Маленькими кусочками. Совершенно потрясающая рыба. Но мне сказал один. Халибат? Халибат это палтус? Ну, не совсем. Типа палтус. Типа палтус, да. Дело в том, что то, что палтус, в нашем понимании, это хорошая жирная рыба, а халибат он очень сухой. Он суховат. Он совершенно не тянет нам нашего палтуса. Он никак увидел. Ну, он типа палтус. Типа палтус. Типа палтус. Жирку можно добавить там. Мы видели индийский джи в этой банке. Не, я шучу, конечно. Друзья, если я что-то скажу кулинарное, вы, пожалуйста, не поднимайте сырье. Потому что я еще не то могу сказать. Свеклана, значит, раскладывает рыбку. Светик, какие-то комментарии к рыбке? Зачем только комментарии, только пробовать будем. Сейчас порежем, да. А, ты ее специально так повернула, чтобы, значит, резать с этой стороны ножичком. Ну, а шкурка позволяет так резаться хорошо? Ну, шкурка позволяет. Я лично шкурку эту люблю есть. Некоторые любят ее снимать. Шкурка очень вкусная. Она очень нежная. Очень хорошая, очень вкусная. Очень вкусная. Так. Сейчас мы нашим гостям поручим дегустацию. И надо сказать, что мы специально, друзья, мы специально пошли пообедали, чтобы не показалось, что, знаете, рыба слишком вкусная. Вот. Значит, мы хотим честного эксперимента. Мы поели совершенно замечательные вещи. Там бутерброд съели, картошечку фри, пивка по глоточку. В общем, короче, мы абсолютно подготовлены к дегустации высокого вот этого. Как вот есть высокая мода, а здесь высокое что у нас? Высокая кулинария. Вот. Высокая кулинария, да, Света. Для графьёв. Да. Высокая кулинария. Так. Друзья, значит, мы послушаем, что скажет Алена, что художники, по высокой моде специалисты скажут про эту рыбку, еще даже не попробовав. Ну, рыбка-то выглядит шикарно. Она уже... Уже облизываемся с ним. А художники, они любят очень всякие вкусности. Потому что сами готовят так, кто не умеет. Вот когда мы говорим, что красота спасет мир. Вот рыбка, допустим, так если правильно, сделана красиво. Ну, как сказать, ну, не с благословением. Спасет ли эта красота? Да, вот эта красота спасает. Ну, я думаю, что может спасти, если так сильно головано. Я расскажу такую вещь. На самом деле вкусная еда, она очень людей объединяет. Вот, оказывается, в Фейсбуке есть целая группа людей, вот поэтому Instant Pad, да, где они делятся рецептами. Говорят, что это трудно... По корчевости? Не-не-не, вот Instant Pad, как в нем готовить как-то. А, как готовить в этой... Ну, то, что кулинария – это искусство, это абсолютно точно. И то, что это, как бы, творческая энергия нужна для этого, сто процентов. То есть невозможно одновременно картину писать и готовить. Вот у меня это не получается, потому что, как бы, ты исчерпал свою энергию, и ты готовишь уже что-то совсем просто. А действительно, если художник взял и покушал, он уже не так рисует? То есть художник должен быть голодным. Нет, это неправда. Светочка, давай к рыбке. Давай к рыбке. Жарится хлеб. О, супер. Ну, давай я хлеб... В Калифорнии не запретили еще есть рыбу? Здесь же все запрещали. Давай, Светочка, давай мне положи кусочки. Это же природу губить. Нет, так это специально выращивается в специальных этих самых чужих губов. Это провокационные вопросы. Это же не то, что там дичь какая-то. Это культурно. На самом деле, я вам покажу потом видео, как мы на озеро Таха ловили вот такую же форель. Это и обратно выпускали. Нет, ни фига, мы потом ее жарили. Снезон форель. Отлично. Друзья, вот мы начинаем пробовать рыбку. Мысль о том, что костей в ней нет. Торчит косточка, я вижу. Там косточка, там плавники остались. Миш, там остались плавнички. В плавничках есть косточки. Я не могу сказать происхождение косточки, но не хотел бы ее проглотить. Ну, тогда не болтай. Так. Жиром можно тоже есть, оказывается. Все нас с интересом смотрим, потому что всех это прогулось. Мы тоже, мы абсолютно в таком же положении, как зрители. Уже сленки текут. Ну, что сказать, друзья. Не говорите потом, что вы из-за меня побежали в час ночи и в холодильник достали сюда. Открыли консервы, сардин. Да. Я совершенно вас к этому не поощряю. Если, допустим, мне хорошо, то это не повод ночью наесться. Потому что у нас нет ночи. Рыба хорошо. Даже вот после обеда... Я сказала, после обеда оно очень хорошо пойдет. Это деликатрия. Это ручная работа. Ну, что вы хотите. Да. Все пойдет как себе домой. В особенности после обеда. Шкурку, конечно, не выбрасывайте. Шкурку хороша. Дайте кому-то... А хлеб еще? Даже если у вас нету кошки, допустим, там найдутся люди, которые с удовольствием съедят. Что, хлеб горит? Угу. Так приятно. Маленький кусочек. Ой. Хорошо хлеб. Искусили. Ну просто хорошо комбинируется. Да. Искушение принято. Хлеб и рыба это же древнейшее сочетание. Ну иисус еще преломлял уже хлеба и рыбу. Ребята, а чего вы сидите? Рецепт 2000-летней давности. Друзья, с Богом. Нет. Субтитры подогнал «Симон»